Сюда, коряк! Сюда, Феденбрак! Иди, Люба, полетелась! Эй! Я хорошо пел. Наверное, меня, Сашу, было слышно на другой улице. Тут, если я остановился, потому что был весь потный, а у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич в пути играл, но как-то склонился к рояле, и у него тряслись плечи. Ну как? Хорошая песня, правда? Чудовище! Погвалил Борис Сергеевич? Только жаль, что очень сильно играли Борис Сергеевич. Можно было и подромче. Ладно, я учту. Только ты не заметил, что я играл одно, а ты пел. Ну, немножечко по-другому. Нет! Я этого не заметил! Да ну это и не важно! Просто надо было играть чуть погромче! Ну, раз ты ничего не заметил, поставим тебе тройку. За прилежание? Как тройку! Я даже опешил. Ты же петь тройка? Это же очень мало! Мишка тихо пел, и то получил пятерку. Борис Сергеевич, когда я немного отдохну, я еще громче смогу! Этого не думайте! Это я сегодня плохо завтракал, а то я могу так спеть, что вас тут у всех хуже позаложат! Но тут раздался звонок. С мамой встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич. Ну, сказал он, улыбаясь, возможно, ваш мальчик будет Лубачевским. Может быть, он станет Менделеевым? Я не удивлюсь ей, если он станет известен всему миру. Но в одном я могу вас замерить абсолютно точно. Славы Ивана Козловского он не добьется никогда. Мама уже что покраснела и сказала, Ну, мы это еще увидим, когда мы шли домой, я всю дорогу даю. Неужели Иван Козловский поет громче меня?